Хайдер Алиусманов. Нужная профессия. Лесной отшельник. Читает Михаил Обухов. Воспитание благородных. Что тут происходит? Удивленно выдохнул пожилой дворянин, отложив в сторону перо, которым барон Дерант пытался написать послание своему сюзерену графу. Что за крики такие? Но ответом на его удивленный вопрос было молчание, так как стоявший возле двери его кабинета слуга просто задумчиво развел руками. Ответов на такие вопросы у него точно не было. А самому дворянину действительно стало интересно то, что происходит за окнами, так как он точно слышал какой-то жалобный стон и чуть ли не плачь. Вот только голос, неожиданно для дворянина, оказался слишком уж знакомым. И уже только поэтому ему бы хотелось все-таки выяснить, что там за окном происходит. Ведь подобное для него было действительно чем-то странным и в чем-то даже и необычным. Настолько необычным, что даже он сам, хозяин этого замка, банально не мог ничего ответить на происходящее. Он просто растерялся. Ведь это был, как и ни странно, голос его родного сына. В конце концов, не выдержав подобного стона, доносящегося до него из окна, барон Дерант решил все-таки выглянуть наружу, чтобы определиться с тем, что на самом деле происходит. За окном можно было увидеть достаточно странную картину. Молодой дворянин, чуть ли не в слезах, старательно пытался убежать от преследующего его слуги, который чуть ли не с бодрыми криками и хохотом подгонял своего молодого хозяина, старательно хлестая того розгами по ногам. Сначала барон даже не поверил своим глазам, когда понял то, что происходит. Он уже хотел было возмутиться тем, что видит, если бы и не заметил едущего следом на легкой двухколесной коляске своего верного старого слугу Прохора, который при этом старательно кричал что-то подбадривающее своему воспитаннику. Именно поэтому барон и не стал вмешиваться, так как он и сам прекрасно понимал, что этот старый слуга, верой и правдой всю свою жизнь служивший ему, не станет вредить наследнику дворянского рода. Но выяснить то, что тут происходит, ему все же было необходимо. Поэтому он попросил слугу пригласить к нему воспитателя его сына, того самого Прохора, который на данный момент фактически стал управляющим в баронстве. «Слушаю вас, господин барон». Уже привычно и практически беззвучно войдя в кабинет хозяина, этот старик вежливо наклонил голову, чем вызвал у барона невольную улыбку, так как тот относился уважительно к этому старому слуге. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть. Я могу вам помочь, господин?» «Похор, расскажи-ка мне, что там происходит с моим сыном?» Задумчиво спросил барон у него, пытаясь всем своим видом изобразить сердитое лицо, хотя это у него не особо получалось. «Я сегодня своими глазами видел какую-то глупость. Мне показалось, или кто-то старательно гнал розгами моего сына вдоль стены замка, да еще и с насмешками, как мне показалось. Ты не хочешь мне объяснить все то, что там происходит?» «Господин, простите, я должен был вас заранее предупредить, но так спешил начать лечение вашего сына, что просто не успел этого сделать». Тут же виновата наклонил голову старик и принялся объяснять барону причину для подобных действий с его стороны. Все оказалось куда проще, чем нужно было подумать. Дело в том, что молодой наследник в последнее время стал каким-то вялым и не похожим на самого себя, поэтому верный слуга принял решение свозить его к лекарю, так как собственного лекаря-оборона, к сожалению, на данный момент не было, чтобы иметь возможность выяснить причину своеобразной болезни молодого дворянина прямо на месте. Просто он повез молодого оборона не к лекарю, а к травнику, который сам оказался очень молодым. Этот молодой травник осмотрел сына барона и выдал весьма недвусмысленную рекомендацию, которая кому-то могла показаться странной. Но только не слуге, который фактически вырастил этого ребенка на своих собственных руках. Сначала этот травник буквально по щелчку пальцев выдал тот факт, что молодой дворянин практически не покидает собственной комнаты. И, собственно, что двигается он очень мало, а также практически ничего не ест. Поэтому он дал определенные распоряжения, которые старый слуга практически сразу и начал воплощать в жизнь. И сейчас, как ни странно, молодой дворянин пытался позавтракать, трясущимися руками стараясь поднести к рту кусочек мяса с тарелки. При этом было заметно, что он действительно очень сильно проголодался, чего в последние несколько недель вообще не было. Удивленный барон сразу же пошел посмотреть на это чудо и потом расхохотался. «Это же надо было такое придумать!» Продолжая смеяться, дворянин ласково похлопал сына по плечу, который при этом с набитым едой ртом тут же попытался что-то пробормотать в сторону старого слуги. «Ничего. Теперь-то и мне понятно, в чем была твоя болезнь. Ну что же, вылечим. Делайте все именно так, как сказал этот травник. Мне даже интересно, какой будет результат. По крайней мере, я уже часть этого результата вижу. Есть он уже начал, причем достаточно много». Вернувшись в свой кабинет, барон еще долго не мог успокоиться. А когда спустя всего пару часов после завтрака под окнами замка снова раздались стоны и вопли его наследника, он снова начал смеяться. Ведь теперь ему было понятно, что слуги, получив полную поддержку со стороны хозяина замка, теперь сделают все возможное, чтобы вынудить молодого дворянина буквально на стенку лезть, но все равно выполнять то, что было приказано. Сейчас они занимались с ним боем на мечах. Что тут можно было сказать? Тут и так все было понятно. Молодой паренек просто не мог удержать в руках тренировочный меч больше одного-двух ударов. Но стражники с похвальным рвением взялись за дело и принялись старательно терзать молодого дворянина, заставляя его раз за разом поднимать упавшее тренировочное оружие. После обеда, который также прошел буквально с огромной скоростью, его сын едва добрался до своей комнаты, где провалился в глубокий сон. Он даже не заметил того, что сам барон заходил к нему, чтобы проверить то, как он там себя чувствует. Молодого парня это не интересовало. Он просто спал. Спал, как убитый. Но спустя всего час его разбудили и вывели на конную прогулку. Он пытался ругаться, просил оставить его в покое и даже умолял. Но старый слуга был непреклонен, так как понимал, что в данной ситуации нужно что-то делать. Тем более, что даже барон после рассказа про травника прекрасно понял, что этот молодой парень, который, судя по описанию, живет в лесу, прекрасно ориентируется в таких вещах. Что было достаточно странным. Ведь он открыто намекнул на тот факт, что молодому дворянину в будущем подобные знания и опыт могут понадобиться. Так как еще неизвестно, что ему предстоит делать. Возможно, ему придется охотиться на тех самых хищных тварей из дикого леса. А эти существа очень опасны. И могут быть смертельным врагом, если не учесть определенных нюансов. Это был серьезный вопрос. И сам старый барон понимал, что в данном случае не прислушаться к такому совету он просто не может. Тем более, что в последнее время очень модным стало устраивать подобные охоты. Особенно в том случае, если где-то были замечены хищники из дикого леса. А это были весьма опасные звери, которых следовало бы заранее опасаться. Уже только поэтому каким-то образом отрицать тот факт, что подобные предложения со стороны травника действительно стоит учитывать и использовать, даже он сам не мог. Тем более, что результат-то уже был налицо. Еще буквально несколько дней назад его сын, бывало, ел один раз в день. И то, как сказать, ел. Брал вилку, ковырялся в еде, и не мог практически ничего съесть. Просто время тратил. Сейчас же, едва он добирался до еды, как буквально несколькими движениями проглатывал все. После чего чуть ли не ползком добирался до своей комнаты, чтобы хоть какое-то время отдохнуть. Но при этом стало заметно, что у него появился румянец на лице. Он действительно стал быстрее двигаться, что явно шло ему на пользу. А если сюда добавить еще и тот факт, что он в седле начал держаться более-менее уверенно, то можно было понять, что все эти рекомендации, чтобы там кто ни говорил, оказались очень полезными и действенными. Естественно, что узнал все это, барон решил узнать как можно больше про того самого травника. Судя по описанию, это был мальчишка примерно возраста его сына, лет 13-14, спокойный и уравновешенный, живет в лесу, хотя по некоторым подозрениям его слуг, этот парень должен был бы, по сути, жить прямо в диком лесу. Ведь часть травяных сборов, которые он давал крестьянам, скорее всего, имели отношение именно к этому лесному массиву, который был для людей загадочным и опасным. Ходили даже легенды о том, что там есть какие-то потусторонние силы, вроде различных демонов, хотя в это сам барон мало верил. Учитывая религиозную истерию, открыто связанную с подобными вещами, можно было понять, что Единая Церковь не упустила бы возможность объявить крестовый поход против демонов. И тогда они явно попытались бы вторгнуться на территорию дикого леса. Вот только чем бы все это закончилось, сейчас никого не интересовало. Скорее всего, все обошлось бы огромным кровопролитием. Слишком много там было различных и довольно крупных тварей, которых люди воспринимали как обычных диких животных. Но они были просто слишком крупными, и все. А так? Те же самые хищники и травоядные. Просто их было куда сложнее убить. И тут возникает интересный вопрос. Как какой-то мальчишка подобного возраста может жить на территории дикого леса, если там обитают такие опасные хищники? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова